А вы знаете, какой город лучший для жизни в Берри? Спойлер, их очень много, на любой вкус и цвет. И поэтому я решила сделать серию видео и рассказать вам про все лучшие места жизни здесь. Почему я? Потому что я брокер по продаже недвижимости в Кремниевой Дорине. И будучи 15 лет в бизнесе, я объездила просто все города здесь. И я знаю, какие из них самые лучшие. А начнем мы с Саламиды. Почему? Потому что я здесь живу. Привет всем! Я Катя Фомина. Погнали! Начнем с того, что Аламида это остров. Да-да, вы не ошиблись, это остров. Здесь всего 4 выхода из острова, 3 моста и 1 туннель. Аламида находится немножко восточнее Сан-Франциско, не доезжая до Окленда. И вообще, так как это остров, не так много людей знает про это местечко, потому что нельзя мимо него проехать. Обычно люди объезжают Окленд и едут куда-то на юг. А если вам нужно попасть в Аламиду, то есть вы определенно сюда по какой-то причине едете. Население здесь почти 80 тысяч, то есть совсем немного. По погоде это просто для некоторых идеальное место для жизни. В Сан-Франциско очень холодно. Кстати, сейчас там 16 градусов и туман. У нас сейчас 21, будет где-то 24-25. Но если же вы поедете восточнее, как Волнат Крик, или южнее, как Сан-Гузе, там уже будет плюс 30. Поэтому здесь очень комфортно, золотая середина, так сказать. Вообще, это место еще очень классное для семей с детьми. Здесь очень много всего для деток. Во-первых, школы хорошие. Во-вторых, здесь на разные праздники проводится куча мероприятий, как Хэллоуин. Или у нас есть парад на 4 июля здесь. У нас здесь улица есть, которая на Рождество. Там просто каждый домик сверкает и горит. Дети сюда съезжаются просто со всех уголков Пээрии. У Аламиды очень удобное расположение. Если вы работаете, например, в Сан-Франциско, тут ходит автобус, который идет прямиком в Сан-Франциско. Здесь ходит паром. 22 минуты, и вы в городе. А виды какие? Плюс там еще наливают, кстати, если кто хочет. А также здесь ходит бар недалеко в Окленде. В 12 минут, и вы на барте. В общем, в Сан-Франциско добираться легко. Добираться в другие части, в принципе, в избе тоже неплохо. Конечно, если вы работаете где-то в Гугле, в Фейсбуке, в Кремниевой долине, то туда будут небольшие пробки. Ну, ходят ведь рабочие автобусы, и там, в принципе, тоже можно удобно доехать. В Аламиде совсем не скучно. Здесь есть для жизни просто все. Миллион ресторанов разных абсолютно кухни. У нас есть и немецкие рестораны, и корейские, и вьетнамские, и даже африканские. Был когда-то литовский, к сожалению, уже закрылся. Что еще у нас здесь есть? У нас есть винодельни. Да, вы не услышались. Тут есть 4 винодельни. Три, по-моему, пивоварни огромных. У нас тут есть кинотеатр целый. Есть боулинг, между прочим. Есть куча всяких магазинчиков местных. По субботам и вторникам у нас есть фермерский рынок, где очень много всяких вкусняшек продается. А, про магазины же забыла. Трейдер Джоз любимый. Два с Эфея. Таргет даже здесь есть. До Костка совсем близко. Буквально минут 15 на машине. И рядом у нас есть аэропорт Окленда, откуда вы напрямую можете полететь, например, в Лас-Вегас или на Гавайи. Ну, вот тут, наверное, единственный минус, потому что в некоторых частях города слышны самолеты, пролетающие над головой. Хотя для многих это не принципиально. Может быть, для кого-то будет минусом, что тут порой бывает немного ветрено. Хотя, когда здесь ветрено, тут можно взять на прокат кайт и поехать покататься к нам сюда на залив. Ну, и я же все-таки брокер, поэтому обязательно хочу вам рассказать вообще, как и где здесь живут люди. Дома, квартиры, постройки. И вы можете быть удивлены. Здесь очень много интересного. Поехали, покажу. Вообще, Аламида с испанского переводится как улица с большими деревьями. И вот сейчас мы проезжаем по Central Avenue, и мне кажется, они имели в виду вот эту улицу, потому что она очень красивая. Одна из моих любимых здесь на острове. Покрыта такими деревьями. Сейчас уже осень, но мне кажется, летом тут больше листьев, и ты проезжаешь как под такой аркой из веток, из зеленых листьев. Очень красиво. А по бокам очень много викторианских домиков. В Аламиде вот такой контраст. Мы посмотрели дома новой постройки, которые еще даже некоторые не закончили строить. А вот этим домам многим больше, чем 100 лет уже. Там была одна из моих самых любимых улиц в плане деревьев, а вот это одна из моих самых любимых улиц в плане недвижимости и домов. Викторианские домики, которым всем где-то лет по 100, даже больше, наверное. Ну и пришло время про цены рассказать. Какие же цены в Аламиде? Средняя цена дома в Аламиде, а за дом мы берем все, и квартиры, и таунхаусы, и дома, 1 250 000. Всего за месяц они увеличились, цены увеличились на 2%, а за год на 20%, представляете? Короче, все хотят жить в Аламиде, поэтому сейчас тут такой спрос. Домов на продажу сейчас в Аламиде 46 всего. Это на острове, где живет почти 80 тысяч человек. А в прошлом году в это же время домов на продажу было 50, то есть больше. Но это все равно очень мало, очень мало. Я вообще занимаюсь только продажей и покупкой, сдачей домов не занимаюсь. Но если вы хотите снять что-то в рент, то, насколько я знаю, где-то квартира с одной спальней здесь стоит примерно 2000 долларов в месяц, а две спальни начинаются 2500 и выше. И, кстати, вот интересный факт. Когда я купила свою квартиру, выплаты по ипотеке у меня сразу увеличились, увеличились ровно в два раза. Я стала платить в два раза больше, чем я рент платила. Прошло 5-6 лет, и сейчас я свою квартиру могу сдавать, и у меня еще и наличка будет оставаться. То есть это вот насколько цены поднялись на рент за последние лет 5. Пришло время поделиться одним маленьким секретиком. Аламида – это не только этот остров. Есть еще кусочек Аламиды, который находится за мостом, недалеко от аэропорта. И тот район называется Bay Farm. Но это тоже Аламида на самом деле. Так вот, люди с детьми очень любят жить вот в том кусочке. Там дома поновее, и там школы с очень высоким рейтингом. Если же мы берем вот этот остров, то на его восточной части школы тоже с более высоким рейтингом, чем западная часть Аламиды, где мы видели вот эти все новые постройки. Хотя весь остров для жизни очень привлекательный, чудесный, безопасный. Но люди, опять же, с детьми из-за рейтинга школ любят жить немножко на восточной части острова или на Bay Farm. Хотя на Bay Farm инфраструктура не так сильно развита, как здесь. Там есть сейфы, там есть пару ресторанчиков. Ну, собственно, и все. То есть, если вам нужно пойти по каким-то большим магазинам или еще что-то, они приезжают сюда, на большой остров. Надеюсь, вам понравилась моя маленькая экскурсия по Аламиде. Если у вас еще какие-то остались вопросы, пишите в комментариях, буду рада ответить. А вообще, давайте устроим голосование по городам Беерии, которые вы бы хотели, чтобы я осветила в своем следующем видео. Город, который наберет большее количество комментариев, победит, скорее всего. Я по нему сниму следующее видео. Очень благодарна за все ваши лайки, комментарии, подписки. Спасибо большое и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok